Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня предлагаю посмотреть другие монеты, не те, которые мы смотрим обычно из выпуска в выпуск. Никакого Dash, никакого битка и эфира. Поехали, Zcash, не так часто мы смотрим, очень неплохо он пампит, посмотрите, можно сказать, вот с этого low до туда, где мы сейчас, к доллару уже 84%, всего-то за меньше, чем за неделю. Ну и с абсолютного low, как мы можем видеть с вами, было ли это абсолютным low? Ну, скажем так, с абсолютного low этого цикла, ладно, мы уже поднялись больше, чем на 200%, что является тремя иксами, и очень даже неплохо на самом деле. Для такого старичка, как Zcash, что можно еще тут сказать, что да, он уверенно движется к вот этой вот линии сопротивления в районе 368, которая, по идее, по законам теханализа, по законам логики и бритья хомяков, должна в какой-то момент быть пробита и ретестирована как поддержка, и после этого уже мы улетаем в откровенный космос, наверное, так. Так, но по Zcash маленькая ремарка. Все, кто верит в супер-мега-дузамун Zcash, говорят, что он там стоил 9000 битков, или сколько он там стоил, 9000 долларов, когда биток стоил там 500 долларов. Короче, это все фуфло, ребята, это все фуфло, потому что Zcash, я же вам много раз говорил, но повторю для тех, кто не в теме, Zcash монет сейчас 13 миллионов. Вот вы можете видеть по CoinMarketCap. Максимальное предложение будет 21 миллион, но тогда, когда его запустили на биржу, когда вот это вот была тень, назовем ее так, монет было. Я помню просто этот запуск, я тогда сам на полониксе торговал. Монет было тогда, ребята, чье-то там буквально 10 штук или 20. Их запустили без примайна. Я не удивлюсь, даже если одна монета вначале была. С капитализацией тогда, понимаете, не в 3 миллиарда, конечно, но там в какие-то миллионы долларов или сотни тысяч. Было там десяток монет. То есть, конечно, они стоили эти монеты по несколько, по 10 тысяч долларов. Но дальше, что происходило с каждым найденным блоком, монет становилось в 2 раза больше, и цена падала. Поэтому никаких тут нескольких битков за монету, я думаю, ждать нецелесообразно. Хотя, ну, как минимум, какой-то хороший памп Zcash BTC нам покажет. Да, вот он тут показывает, что много тысяч битков. Это просто фейк вам, это разводило вы, вы поймите. Но чисто технически, вот даже на месячном таймфрейме, как минимум, мы можем вернуться на ретест вот этого сопротивления. В 800 тысяч сатоши, оно, в принципе, уже довольно-таки ближайшее, это сопротивление. Потому что Zcash уже 440 тысяч сатоши. Так что говорю, ребята, то, что думаю. W, разворотная фигура, зеленая точка на месячном цайфере на дневке. Уже мы видим, как этот план себя отыгрывает. Так что, ребята, всем удачного полета на Zcash. Так могу сказать. Хорошая, опять же, свечка объемов. Зашла в рынок. Вот. Давайте смотрим другие монеты, которые сейчас хайпуют. А то все время я вам рассказываю про старичков, которые обязательно сделают кучу иксов. Но вам же интересно, если сейчас... Avax. Avax сейчас очень неплохо растет. Очень хорошо хайпует. Давайте посмотрим на Avax. Он же Avalanche. Про Avax так я могу сказать, что я лично его не торговал, не накапливал. Но мне достался один счет, в котором нужно было помочь переложить корзину. И я что сделал? Я дораспродал почти весь Avax. Вот где-то по текучим ценам. Потому что человек в него заходил вот здесь. И лично сейчас, я думаю, что имеет смысл ждать коррекции. То есть, я не говорю, что прямо сейчас она пойдет. Хотя это возможно, судя по тому, что мы видели и вот здесь. И потому что money flow сдувается, и все уже достаточно перегрето. Может быть, еще, конечно, выше шпиль. Но в целом, это либо сейчас вниз, либо чуть выше. Но все-таки вниз до какого-то момента. Опять же. То есть, Avax USD уже очень хорошо захайплен. Видите? Поэтому на дневном таймфрейме, ну что тут скажешь, ребят? Ну, тут сложно делать теханализы. Разве что можно включить, как всегда, нашу любимую сетку AMI Ribbon Crypt. И посмотреть, где у Avax может быть потенциальная поддержка в таком случае. У Avax на дневном таймфрейме потенциальная поддержка в районе 190 или 80 долларов. Вот откуда он может отскочить легко. Как это было вот здесь. Как вы можете видеть, и вот здесь. И вот здесь. И вот здесь он чуть-чуть не дошел. То есть, сетка AMI Ribbon является очень хорошей поддержкой в тот момент, пока мы трендимся наверх. Но опять же, когда мы ее пробиваем, как вы можете видеть вот здесь. Да, мы ее сначала вот ложно пробили. Потом отскочили опять. Потом пробили уже не ложно. Тогда она начинает выступать как сопротивление. И мы идем вниз-вниз, пока не пробьем ее снова и не закрепимся над ней. Поэтому смотрите за сеткой. Она хорошо показывает тренд. И если мы продолжаем бычий тренд, то, возможно, здесь имеет смысл до покупки. Но если мы провалимся ниже нее, то здесь надо выходить по стопу. Либо ждать небольшого отскока и выходить по стопу где-то здесь. Какой-то такой план игры по АВАКСу. Я лично пока его не торгую, но присматриваюсь, потому что интересно, как ведут себя новые монеты. АВАКС BTC тоже, посмотрите, на относительных хаях находится. И мы по нему видели сочные коррекции к биткоину, типа вот таких. Поэтому осторожней сейчас. Я бы сказал так. Если у вас есть АВАКС, держите, но частично фиксируйте прибыль. Если вы уже можете продать такую часть, чтобы достать свою первоначальную инвестицию, это идеально. Все. Остаток можете держать хоть до Талова, хоть до еще 8 лет, до следующего халвинга или до после следующего. Но если у вас деньги, которые вам сейчас нужны в моменте, то велика вероятность, что вас начнут брить. Поэтому я бы сейчас АВАКС частично распродавал. Только потом, если он сделает вот так, не говорите, что Гриня-то типа нас выгнал из ракеты. Просто на мой взгляд, опять же, лучше покупать монеты, которые вот здесь сейчас, чем уже вот здесь. Но об этом сейчас не будем, потому что я обещал, что этот выпуск будет без тех монет, которые сейчас надо покупать, которые на дне. А мы смотрим именно то, что по хаям, то, что вам интересно, то, что вы говорите, это будущее, это все. Это не тот скам, который валяется на дне. Вот, Crypto.com. Сейчас мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега. Ох, нихрена, на все у нее график. Слушайте, я, честно говоря, даже за ней не следил давно. Вот это прикол. Опять же, те монеты, которые я обычно вам даю, они валяются вот здесь. И все говорят, что это скам, да, или вот здесь. Никто про них не говорит. Дальше что мы видим? Хайп. И дальше мы видим мега-дамп. Вот это, конечно, интересная вещь, ребята. Crypto.com славится тем, что это кастодиальный сервис. Это типа как биржа, не биржа, как PayPal для крипты, короче, да. Это то, что сейчас будет делать Каста. И то, что делает Свисборг. Локальный обменник, тыры-пыры. Единственное, что в России большинство таких контор не работают. И Каста тоже не будет пока работать. Видимо, из-за санкций. Я не знаю, из-за Крыма или из-за чего. Вот. Поэтому суть в чем? Плюс они дают еще стейкинг. Они дают хороший стейкинг. Так, видимо, кто-то здесь просто надо было покрывать этот стейкинг, с чего-то делать. Я не знаю, почему это был вот этот дамп. Кто знает, напишите мне, почему был такой дикий дамп крипто.com. Но суть в другом, что сейчас она снова пампится. И возможно, что это все станет просто прямая линия, флетом. Если крипто.com серьезно запампится, возможно, мы увидим по ней мультииксы, но потом опять такой же слив. Вот. Поэтому крипто.com, к битку это мы смотрим. А, ну все верно. А к доллару вот она в растущем тренде, но в диком пампе. Опять же, я бы не рекомендовал сейчас покупать вот здесь, но это просто тупейшая затея, которую вы можете сделать. Потому что, смотрите, в логарифме все, конечно, выглядит не так сумасшедше. Но, тем не менее, опять же, вы можете чертить канал и видеть, что мы уже даже выше его, если вот так вот делать, то мы уже вышли даже за пределы этого канала. Короче, грубо говоря, это как минимум на ретест верхней границы канала или даже обратно в канал. Вот что. Даже если это to the moon, то как минимум ретест поддержки, ну что-то должно произойти, понимаете? Поэтому крипто.com, на мой взгляд, сейчас вообще не надо лезть. Крипто.com к доллару, а к битку, ну тоже, знаете, судя по тому, как она ходит, она ходит в бок, как RSI. Она может еще вот так вот долго ходить. Вот. Поэтому, тем не менее, проект хороший, как бы вопросов нету. Если вы его держите, на мой взгляд, опять же, надо частично распродаваться. Что там еще у нас в тренде? Solano давайте посмотрим, да? Или что там у нас еще в тренде? Я специально сделал это не в формате лайвстрима, а в формате видео, чтобы вы меня не грузили монетами. Но если я выпущу это видео как премьеру, то буду рад, если вы мне будете кидать донаты и писать свою монету, думая, что это стрим. Ребят, меня так умиляет просто, когда люди не понимают, что такое премьера, пишут как в стрим, говорят, посмотри то-то. Solano тоже на дневном таймфрейме находится в гигантском-гигантском восходящем клине. Мы все знаем, что по теханализу это медвежий паттерн. И в теории, если он пробивается вниз, то цель из этого паттерна – это дно этого клина, то есть ноль. Вот. Как бы. Ну, реально, смотря откуда вы его чертите. Но вопрос в том, что пока он туда не пробился. Говорить об этом преждевременно. И не в логарифме здесь вообще, конечно, шикарнейший аптренд. Шикарнейший аптренд. Но опять же, ребят, помните, что тренд is your friend until the end. Тренд – ваш друг до того, как он не закончился. Поэтому, смотрите, тут уже экспоненциальная такая парабола. Понимаете, как говорят сложно, нельзя распознать конец параболического роста. На самом деле можно. Можно, потому что, смотрите, вот мы сначала идем вбок, потом чуть-чуть вверх, да, вот как парабола ускоряется. Потом сильнее вверх, потом еще сильнее вверх. Смотрите, и в какой-то момент уже сильнее вверх станет нельзя идти, только если график пойдет обратно, понимаете, налево. Ну, это же не арабы, чтобы так его делать. Это уже будет невозможно. Соответственно, когда вы увидите уже вот такую фигню, да, актив может лететь еще сколько угодно наверх, как прямая линия, как мы видели, да, как доджкоин летел, там все остальное летело. Но в какой-то момент это говорит нам о том, что это уже все, финальная ситуация. Даже если она улетает на 100 тысяч битков, то в какой-то момент она просто чем выше улетит, тем больнее будет падать. Вот что я имею в виду. Так что можно распознать тренд. Только это ни в коем случае сейчас был не прогноз цены Солана и не финансовая рекомендация. Да, похоже, что Солана рисует восходящий треугольник, который пробивается наверх. Но потом, я думаю, что нас ждет очень сильная коррекция. И опять же, это не гарантированно то, что я сейчас говорю, потому что я только что говорил, что это падающий клин. Возможно, он падет вниз. Опять же, потому что посмотрите, как вела себя Солана вот здесь. Здесь тоже была похожая формация вот такая, что типа сейчас пробьем, пробьем. И она в итоге сходила вниз еще. То есть может быть... Короче, мне очень сложно, честно вам скажу, ребят, анализировать новые монеты. Потому что если я включу недельный таймфрейм, то тут вообще еще не о чем говорить. Тут еще не было ни одного медвежьего рынка. Тут нет, мувинги еще току-току сформировались. Но вот тут хотя бы сформировались. А то вы меня просили вот тут анализировать Солану, когда еще даже EMA и Ribbon не было. Но тут зеленая точка вот здесь, то есть это был long. А сейчас мы видим красную точку вот здесь. То есть это уже на самом деле звоночек на небольшой шорт, как вот здесь может быть, понимаете? Как было вот здесь. Так что не знаю. Опять же, ну, ребят, вот если вы не держали Солану отсюда или отсюда, ну, блин, как лучше потихонечку из нее выпрыгивать. Если у вас на ней крышеносные иксы, фиксируйте прибыль. Мой вам совет. Не финансовый, конечно. А, ребят, и напоминаю вам, что TRDR.io, вот этот сервис, который вам всем так нравится, и вы спрашиваете, что это за индикатор Order Book Overlay, где его взять. Это вот эти, я смотрю, заявки на графике прямо. Здесь, кстати, очень много крутейших индикаторов, которых нет на TradingView. Это TRDR.io. Ссылка на него в описании. Партнерская ссылка новая. Вот такая вот ссылка. Переходите по ней. Регистрируйтесь. Там триал бесплатный, по-моему, на две недели, а потом 300 евро в год. Полный пакет. Очень удобные крышесноснейшие индикаторы. Просто полный разрывняк. Специально для вас. Так что, такие вот дела. Поехали дальше. Так, ну что, шибу, я не знаю, смотрите, что там еще сейчас в тренде. Полигон, матик. Я не знаю, суши еще просили часто, но суши, я так смотрю, вот судя по графику, вообще нихрена не в тренде. Пошли вниз. И помните, что любые вот эти монеты, которые сейчас хайпуют, они тоже в какой-то момент все пойдут вниз. Смотрите для этого историю Dash. Она очень показательная. Как хайповая монета может долго-долго уходить вниз, ниже накопления. Суши, не знаю, что-то мне не нравится. Пробивает все поддержки. Вот. Трон сейчас особо не хайпится, но я его держу и говорю, что с ним будет все окей. И с ним, скорее всего, все будет окей. Этот. Сиакоин меня просили еще смотреть. Он тоже особо не в тренде, но его у нас RedOne торгует. У RedOne хороший теханализ Сиакоин. Но мне нравится, как он удерживает EMA Ribbon на недельки. Посмотрите. Сиакоин к доллару. Очень похоже на то, что тренд бычий. И вот был начальный импульс. Зеленый money flow. Так что могут быть очень сильные хорошие иксы по Сиакоину. Тем более, что Сиакоин к биткоину только-только выходит из своего многолетнего накопления. Опять же, посмотрите. Вот было девера, зеленые точки. И вот он был отскок, возврат. И, в принципе, сейчас очень хороший потенциал у Сиакоина, на мой взгляд. Может быть, тоже прикуплю немножко этого дерьмица. Матик. Матик мы редко смотрим. И, опять же, ребят, то же самое я вам хочу сказать. Матик уже очень сильно улетел. Кто не торговал Матик в 2019 году и не знает, что с ним было. Там был капец вообще, конечно. Матик сходил... Где эта формация была? Та фигура Матик. У нас был стикер такой популярный. Вот. Вот этот момент был. Понимаете? Матик улетел просто в космоса. Ну, локальный тогда. И тут же задампился абсолютно обратно. То есть, с Матиком осторожней будьте. Хотя сейчас полигон чейн, конечно же, все дела. Но вон он как сильно улетел. И пока еще не задампился опять вниз. Ну, тут как бы, да. Вы можете сказать, что это, я не знаю, там, что там, треугольник, бычевымпел, девера, опять же, зеленый. Но Манифлоу красный, движение нисходящее, каналчик нисходящий. Поэтому я бы был очень осторожен. Матик BTC, а Матик USD, ну да, вроде тоже, как бы он идет наверх. Понимаете, все зависит от общей конъюнктуры рынка. Если сейчас все попрет наверх, то и Матик, и Солана, и Шиба, и все говно попрет наверх. Но в целом, еще раз вам говорю, надо накапливать монеты, которые вот здесь, а не уже вот здесь. Вот что. Поэтому Матик, не знаю, нейтрально, на мой взгляд, очень нейтрально смотрится. То есть он уже, как бы, сильно улетел, давайте так. Он уже улетел на 14 тысяч процентов, вот с локального дна. Поэтому, ребят, ну, как бы, о чем речь вообще? Вот вы любите монеты, которые уже улетели на десятки тысяч процентов. Поэтому, слушайте, дисклеймер с Матиком. Луна, Луна, то же самое. Вот, ребят, мой теханализ будет такой. Вы меня простите, если я зануда. Но это потом спасибо скажете себе, если зафиксили прибыли, зафиксили свои. Потому что, смотрите, Луна улетела на 8 тысяч процентов, чуваки. Ну, как бы, она может улететь ещё на 80 тысяч процентов. Какие вопросы? Но потом, чем выше улетит, я говорю, тем будет жёстче коррекция. Поэтому, на мой взгляд, Луна, ну да, вы можете начертить тут какой-нибудь логарифмический канал, к ней прикрутить. Но опять же, вы вот знаете, я вам показываю монеты, которые на дне по логарифмическому каналу. Но Луна тут, как минимум, явно не на дне. Поэтому, если вы хотите впрыгивать уже в существующий тренд на последнем у вас дыхании, ну впрыгивайте. Но фишка в том, что главное не оказаться последним, когда все начнут окэшиваться. И мы пойдём к нижней границе канала. Главное не оказаться последним. Если у вас цель заработать денег, конечно. Мана. Мана BTC. Мана просто рвёт. Ну мы сейчас видим игровой хайп, да, игровые коины просто рвут. Ну опять же, мана ещё даже особо-то не рвёт, если вы посмотрите на недельках. Ну мана, да, вот она опять же, тоже она, понимаете. Я вот сейчас никому не рекомендую лезть с горяча, потому что смотрите, мана, она как бы, если чертить каналы, то она тоже на верхней границе канала, понимаете. И тут был ложный прокол. Как бы это ничего не гарантирует, но это говорит о том, что как минимум на балансе вероятности хороший откат по мане. Поэтому я лично жду. У меня есть немного маны в загашнике, которые ещё в 19-м году покупал. Я буду ждать откат как минимум к сетке AMA Ribbon, чтобы рассматривать какие-то там спекулятивные лонг-позиции. Но пока в это не лезу. Тем более маны к доллару мы увидим вон. Опять же, если бы вы покупали на сетке AMA Ribbon, то у вас хорошая точка входа была бы. Ну вот здесь могло бы вас выбить по стопу, поэтому я говорю, я не люблю стопы и большие плечи. Либо дальний стоп, либо перезаход потом, ну короче, либо маленькое плечо и без стопа. В общем, мана, конечно, хорошо смотрится. Мана смотрится очень хорошо, особенно в линейной шкале. А вот что ещё так не улетело, как мана, но по всей видимости улетит. Так это Basic Attention Token. Ребята, посмотрите, как он разминается. Тут уже я много раз повторял. Ничего не буду заново делать теханализ. Basic Attention Token к битку всё ещё в накоплении внутри падающего клина. Это пробивается наверх. К доллару мы видим просто мега to the moon, как по мане и по всему остальному. Это не финансовый совет дисклеймер, это то, что я сам вижу и что я делаю. И набираю. Вот. Поэтому Basic. Потом BitDAO. Естественно, ребят. BitDAO вообще только начался. Ну, как бы все эти сказки, опасения, что они там сейчас начнут дампить. Ну, могут подампить чуть-чуть, но это всё равно туда всё по-любому. Вот. И что? BNB. Конечно, если рынок будет бычий, у крипты BNB продолжит расти. Но опять же, дисклеймер, ребята. Я в BNB не лезу. BNB уже вырос на пару тысяч процентов не так давно. Поэтому есть гораздо больше прикольных монет, которые могут иксануть здорово. Atom. Atom BTC тоже выходит из накопления. Как только полетит Atom к биткоину, ну, то есть из битка пойдёт отток в Atom, ребята, Atom к доллару просто разорвёт вообще стратосферы. Поэтому, да, Atom тоже хорошая ставка. Ну, Alice может быть ещё игровая история. Сейчас Alice тоже может улететь. Зелёная точка. Никаких пока предпосылок к коррекции. Вот у нас поддержка. И мой риббон вырисовывается. Alice может круто улететь. Но надо смотреть, как игра развивается. А Sandbox, наверное, вы все хотите, да, чтобы я глянула. Ну, ребят, Sandbox тут ситуация та же самая. Игра ещё даже толком не вышла в альфу. Да, она там в каком-то... Или она в альфа-тестировании не вышла в бету. Короче говоря, игра ещё толком, блин, не запилена. А уже актив улетел на сотни иксов. И помните, что на пресейле, вон, ребята, покупали дешевле, чем по 4 цента. А сейчас стоит 4 доллара. 14 тысяч процентов кто-то заработал. Поэтому, скорее всего, тут продавать надо на новостях, что сейчас игру залистят. Всем придётся покупать эту игровую валюту. И, скорее всего, её начнут укатывать в днище. Но, опять же, когда это произойдёт? Сейчас. Или она дойдёт до 8, до 9, или даже до 10, или даже, я не знаю, до скольки долларов. Может, и дойдёт. Но, в целом, на мой взгляд, лучше шортить будут вот такие штуки, когда уже всё. Все скажут, Sandbox никогда не упадёт. Всё, это навсегда. Вот тогда, наверное, надо будет шортить и Sand, и Manu, и всю эту тему остальную. Это, на мой взгляд, как бы не финансовый совет. Gala USD, я даже не знаю, что там за проект, но, ребят, тоже нездоровый бычий тренд. Как бы, если бы вы тут входили, ещё да, но не знаю, короче. И очень для меня молодой график. Поэтому, блин, мой план игры такой. Вот если вы нарубили иксов на всяком вот таком дерьмеце, выходите из него нахрен, пока оно ещё вам даёт выйти. И покупайте стопудовых старичков. Понятно, что биток, эфир, но также стопудовых старичков, в которых сами верите. Я лично верю в эфир Classic, потому что это настоящий эфир. Я верю в Dash, потому что это офигенный децентрализованный ограниченный актив, платёжная сеть, у которой огромны, на самом деле, потенциалы и объёмы. Ну и во всё остальное вы и так знаете, во что я верю, если смотрите регулярно мой канал. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравился этот обзор. Ну полка дот ещё, можно сказать, что тоже в накоплении находится, если рассмотреть весь этот канал как накопление. А так-то, на самом деле, мы в середине канала, поэтому полка дот может ещё сейчас всех лонгистов долго поизнурять. Я взял небольшие лонги по полка доту и сижу без убытки пока, он может ещё кэши потомить. Вот, так что всё. Короче, ребята, я что-то уже очень долго говорю. Всем большущих профитов, всем моим троллям и скоро увидимся.